Добрый вечер, друзья! И снова парак Львов Тайган. Леон остался. И к нему зашла беленькая. Одна из беленьких подруг. Одна из беленьких подруг Кая. Мона. Ей больше понравился Кай. Кай. Нормально? Больше понравился Леон, чем Кай. Может, судя по тому, как они дружненько лежат, может, у них все и получится. Мона такая симпатичная девчонка. А Леон просто красавец. Пойдем посмотрим. Опять никогда не знаешь, что увидишь, как вчера. Только вам рассказывала, что все тихо, спокойно в Датском Королевстве. в Датском Королевстве. Пойдем посмотрим, как у нас два обстоят. Видите, только недавно все цвело уже. Листья такие начинаются, покрывают. вот, я думаю, что в этом году у нас очень будет большой урожай косточковых. И абрикосы, и вишни. Все цвело, да и яблок. Если так меня радует, что райская яблонька цветет так, что в этом году. Так, тут уже уже деревья с листиками в перегородке. И тут, и там, и тут уже посажены. Ну, и, конечно, полный львиный пляж. Мне нравится, и только валяются и тут, и там у людей, когда они видят столько львов, выпадают из рук буклетики. И только Олег Алексеевич может их собирать. Ну, что, сегодня у нас все тихо и спокойно. Лежит Витя. Скорее всего, у его лап лежит Лейла. Все, кто смотрел выпуск львов, все обратили внимание, какой Витя там был джентльмен. Как он заступался за Лейлу. За молодую львичку, с которой они с Филей жили всю зиму в одном вольере. Красавец! Мне кажется, он явный претендент на трон после Чука. Вверху, без задних лап, попа к попе, спит стерва и раздиза. Две девчонки с одинаковым характером. Чтобы никто неожиданно не подошел, они вот так в разные стороны. Кто у нас приблизил? Дейла, нашего благородного красавца. ты как будто слышишь, да, что о тебе речь. Понимаешь, что тебя снимают с мостков. Кто там? Павлины, говоришь? Очень красивый ты, очень. Но на белоснежного ты не тянешь уже, ну, никак. Вот лежат несколько. Если не знать, что Дейл белый лев, вы меня хоть убейте. Я бы ни в жизнь этого не сказала. Дейл, с кем поведешься, так тебе и надо. Ты решил стать рыжим львом? Заделаться под рыжего. Тогда уже должен быть более контактный такой, подпускать к себе, как рыжий львый, а то фасоны строишь. На фоне ты вообще прыгаешь. Чип еще туда-сюда. Да, а ты прямо. А, так. Зевнул, так зевнул. люди гуляют, наверное, которые поселились в гостинице. Вот так вечером на закате солнце прогуливаются среди львов. поэтому приезжайте, заселяйтесь в гостиницу и релаксируйте. Сегодня у нас были ребята, тоже заселились из Москвы. Гости приехали ко львам. И так непривычно. После Москвы так тихо. Так спокойно. А утром проснулись под реклевовкой. Это вообще что-то. девушки перевороты бабахи. А тут девчонки против кого сегодня дружим. Вчерашний вечер показал, что все может быть тихо и благородно, пока не пришел малыш. пойдем посмотрим, где там лежит тоже какой-то пайт. Может там интрига. Сегодня мы ездили искать Чука. Нашли он весь в любви. поэтому ему не до еды. К нему не подойдешь. Гек рядом. Я думаю, вы смотрели видеоотчет, но нас поразил Майсель. Мы сначала его искали. Искали, Олег Алексеевич кричал, но Майсель никогда не отходит дальше своей территории. И тут абсолютно неожиданно... Малыш, ты сегодня интриган или нет? Скажи мне, пожалуйста, или ты в чашу эхо навел и тебе хватило? Где твоя девчуля, за которую надо пять дней ухлестывать и доказывать молодежи, мега-самец? Ах, ты ж серый кардинал саванны. Милейший лев, но умный, находчивый. персиковый Алекс. Такой прямо тоже красавчик. Но не особо контактный. Алекс трюсоват. И на закате такая же розовая кажется львичка. кто у нас тут лапки сложил? но зубкова зубкова солист? лових лави не голос лави не 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 . не Слово исполняет малыш, на подпевку, хор имени Зубкова в действии. Слово исполняет малыш, на подпевку, хор имени Зубкова в действии.